Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и сегодня мы с вами посмотрим на режим под названием Кузница Заклятых Врагов. В описании сказано, вернитесь в Мордор и, используя систему создания врагов, выкуйте главнейшего заклятого врага и величайшего последователя. Ну, грубо говоря, вот этих двух уроков мы перенесем в тени войны. То есть мы с вами прощаемся с игрой и плавно переходим к прохождению второй части. Итак, давайте приступим. Честно говоря, я не знаю, как работает этот режим, мне прямо самому интересно, как это будет выглядеть, как же я создам своего последователя, как я найду себе заклятого врага. Сейчас мы с вами это посмотрим. И я надеюсь, я не напрасно это делаю, а то вдруг там в итоге нас обманули и этих двух уроков будет нельзя перенести во вторую часть. Итак, система создания врагов распознает вашего главнейшего врага, заклятый враг и самого преданного последователя. Эти герои обозначены значками над головой. Так, заклятый враг ваш главнейший враг, последователь ваш самый преданный последователь. Вы можете определить, кто выбран, встречая их в Мордоре во время борьбы за власть и боя. Окей, давайте посмотрим. Ну-ка, армия Саурона. То есть, они тупо мне рандомно выбрали, да? Азгром злой. Заклятый враг. Помыслы в замешательстве, силы 12. Два телохранителя. Слабости. Его лучше бить взрывами и его лучше бить боевым добиванием. Чего, это заклятый враг? Да он какой-то вообще никчемный. Слабости у него банальные. Ладно, преимущество. Ненавидит граугов. Неуязвим для скрытых ударов. Неуязвим к обстрелу. Убийца чудовищ. Призыватель. Отравленное оружие. Закаленный в боях. И харизма. Ну, не знаю. Если тут можно выбрать другого врага, я бы выбрал. А этот какой-то вафельный. Ну, ладно. Посмотрим, что из себя представляет последователь. Брок Жала. Сила 14. Помысл. Случайно убил раба. С удовольствием его пожирает. Что за каннибал не попался? Так, слабости за клеймем. То есть его можно схватить, даже если у него высокий уровень здоровья. Это хреново. И его лучше бить взрывами. Ну, в принципе, слабости так себе. Преимущества неплохие у него. То есть он неизвененько обстрел, опытный воин, неизвен для скрытных ударов, убийца чудовищ, закаленный в боях, отравленное оружие и бесстрашно. Никогда не пугается, не бежит с поля боя. Ну. По следователям мне, в принципе, понравился. Ну, а что мне делать тут дальше? Тут вроде как все захваченные у руки. А, нет, не все, по-моему. То есть вот эти два, они не захвачены. Окей, давайте переместимся, посмотрим, как вообще это будет выглядеть. Я пока что понятия не имею. Какая-то бредятин. Ага, вот, удар сверху. Убивайте сверху сторонников урокопой. Ага. На побегушках. Так, ну давайте для начала поможем нашему дурачку, нашему последователю. Как-то все странно здесь работает. Мне, честно говоря, уже не нравится то, что они за меня решают, кто последователь, а кто враг. Я бы сам хотел выбрать. Я бы выбрал не каких-то там вафельных, а действительно имбовых и хороших капитанов. Которых не так уж и просто одолеть. Даже врага бы серьезного выбрал бы. А враг у меня какой-то никчемный. Ладно, на побегушках что дальше-то, е-мое? Что будет вот сейчас? Прибыл мой последователь, и что дальше? А что мы с ним делать-то будем? Сломите волю. Окей. Ты подчинишься мне. Отдать приказ. То есть мы можем, допустим, напасть вот этого дурачка, да? Моза Укротитель. Капитан Ветеран. Сила 8. Помыслы. Хочет оседлать какого-нибудь зверя. Слабость визуально дистанционным атакам. Его лучше бить боевым добиванием. Вообще, какой-то никчемный. Преимущественно видит граугов. Бица чудовищ. Блокирование призрачного оглушения. Отравленное оружие. Атака в прыжке. Ну, окей. Бунт теперь доступен. Парналичу, поможем ему. И вообще посмотрим, достойный ли наш последователь. Ну, в принципе, преимущества и слабости более-менее мне его нравится. Поэтому я им доволен. Я уверен в том, что он должен победить. Даже без моего участия. Бомжи тут какие-то ходят, которые мне нахрен не задались. Иди нафиг. Я сюда не ради вас пришел. Ну, на самом деле, реально странный режим какой-то. Давайте посмотрим. Я вырву твои глаза и заставлю тебя рыдать кровью. Жри, Шрак, и сдохни. Шрак, и жор вонючий. Так, ну, давайте. Не, мы поможем, понятное дело. Уберем несколько там варенков. Бомжи не причем. Что дальше-то? Даже я, по-моему, сейчас на всех прибью. Зверь! Пришел подраться? Это мы тебе устроим. Ты не гунди. Давай вот, последователь, покажи нам, что ты способен. О-о-о, братан! Ты че? Он, видимо, по-хлеборезки получил. Да ну нафиг. Заколебали. Просто вот так подходишь, убиваешь, а? Ну в чем проблема? Может, у меня там сила возросла, я не знаю. В общем, насколько я понял. Насколько я понял. Ну, хорошо, давайте вот попробуем теперь насчет закрытого врага. Тупо нужно прокачивать нашего приспешника и врага. Я правильно не понял? То есть, цель этого режима тупо прокачивать. Ну, это странная хрень, конечно. Которая меня не впечатляет явно. И в то же время огорчает. Я думаю, вы сами немножечко... Огорчение от увиденного. Я ожидал немножко другого. Ладно, сейчас посмотрим, что насчет врага тут сделано. Как вообще это будет выглядеть? Типа я такой приперся и говорю своему врагу, типа, мол, давай выходи на бой. Какая-то бредятельная получается. И как вот это вот будет работать еще? Ну, перенесут они их во вторую часть. Ну, неужели прям последователь будет со мной ходить? Да нихрена подобного. Я прям понятия не имею, как это работает. Этот вождь живет в страхе. Выманили его из укрытия, убивая его уроков сверху. Бить сторонников ударами сверху. Да это без проблем. Это несложно. Да погоди, братан, там надо вон сверху спрыгнуть. Первый пошел. Там тревогу бьет. Да погоди, не бей тревогу. Зачем тебе это надо? Так вот, ну вот этого бомжа надо спрыгнуть сверху. И еще одного. Тут повсюду, видите, капитаны, которые подчиняются мне. Странная вещь какая-то, блин. Это кузница заклятых врагов. Я ее не совсем понимаю. Потому что я глуп, конечно. И вы, дорогие зрители, что-то тут понимаете. Ну, по-моему, бредятеля какая-то. Ну вот он прибыл. Ой, типа заклятый враг. Что дальше? Я его, в принципе, сейчас спокойно могу положить на лопатки. Он сдохнет примерно сейчас. Или он вообще никогда теперь не сдохнет, если он заклятый враг? То есть он будет все время возвращаться. Ну-ка, не сюда. Эй! Я не мертвый. Сделаю тебя мертвым. Ты втираешь мне как будто дичь. Вот так и хочется сказать. Ну вот все. Он банальный, его спокойно можно запинать. Нет, 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 нет. Все, один удар, до свидания. Ну что дальше будет? Жду не дождусь, когда начну сдирать мясо с твоих костей. Приступим. Кишка тонка, братан. А если меня убьют, будет больно? Не хотелось бы. Лол, я могу его захватить? Что? И что будет, если я его захвачу? Отпустить, окей. И что? А-а-а, нихрена себе! Я понял. То есть я его захватил, и рандомно теперь новый заклятый враг появляется. Так это работает? А чего вы все разбежались? Эй, ты же меня хотел... Кожу там сдерить или что-то хотел, не помню. Кость собрать я уже забыл, на самом деле. Слабак. Больше ничего тут добавить не могу. Так. Вы мне объясните, что происходит? Армия Саурона. Да, действительно, новый заклятый враг. Так. Как это? Орлиный глаз. Заклятый враг. Сила 10. Помыслом мечтает однажды стать вождем. Однажды, значит, скоро. Слабостью земля-боевого добивания. Его лучше бить взрывами. Преимущества у него, конечно, много. Вот быстрый стрелок, это круто, кстати. Вот слабость у него вот эта вот банальная прям. Говорит о том, что он легкий. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Ладно. Продолжим. Ждет ваших приказов. Мой приспешник. Ну, ладно, приспешник меня устраивает. Бог с ним. Меня мой заклятый враг не устраивает. Так, вербовка. Поехали. Мы станем сильнее, если объединимся. Работай на меня. Я свободный у рук. Нет, давай, подеремся. Это заклятый враг, по-вашему? Это говно на палочке, вы понимаете? Нет, это бред. Вот этот режим полный бред. Ей-богу. То же самое можно было просто рандомно мне выдать уруков, а не создавать вот этот режим. Ну, окей, новый заклятый враг. Я могу так всех перебить-то. Ё-моё, и чё дальше-то будет? Я, видимо, должен выбрать. Багабук, певец, заклятый враг, силы в 16. Помыслы его беспокоят местные жители. Они совершенно не понимают, что им давно пора сдаваться. Слабость у измерения скрытного добивания, боязнь карагоров. Преимущественно не проигрывать. У измерения обстрела, убийца чудовища, ударная волна, натиск, быстрый разворот, стремительный главарь. Преимущества у него неплохие, в принципе. Слабость у него, ну, такое себе, скажем так. Вроде и стандартная, а вроде и нет. То есть, его с легкостью можно убить. Ладно, давайте прям до посинения всех перебьём, и в итоге всё-таки какого-нибудь довыберем. Заклятого врага. Приспешник пофиг, пойдёт. Конечно, не идеал, но пойдёт. А вот заклятого врага нужно как-то поменять. Так где он? Цель находится здесь. В крепости, что ли. Сейчас заглянем. Его можно спокойно, скрытно убить, и всё. Никакой сложности вообще. Где ты? Покажись. О, хорава там у вас. Багабук. Ну что, багабук, давай посмотрим. Я вас уверяю, я его могу с одного удара уничтожить. Блин, зачем я упал вниз? Кто-то мне палит. Вот он мне помог, как раз. Я думаю, как мне ещё были добраться до него. Вот. Помог мне он, братан. Вот смотрите. Он сейчас будет уничтожен. И это типа, вы называете заклятый враг? Типа им крутой он, да? Ой, я не того убил. Не того убил. Перепутал с легенца. Свиноподобная тварь. Я принесу тебе смерть. О, как-то он затяжно это говорит, блин. Да сейчас мы скроемся, да и всё. Всё, ты меня потерял, не гони. Ты сюда срочно залезть не можешь. Или можешь? Кэш, ты не можешь. Вот тебе их. Ну, сейчас я вроде попал на него, да? Опять же, вот, среди этой кучки, блин, ты хрен выйдет. В смысле, что это за порнография? Да, я тебя выбью отсюда. Хорош, пацаны. Да как мне свалить отсюда, алё? Среди этой кучки, блин, ты хрен найдёшь этого вождя, потому что там они, блин, все похожи друг на друга. Никакого отличия от обычного урока. Хорошо, попытка третья, я всё равно его найду. Ну вот он он, я его вижу, блин, сейчас он бы не тупануть. Они вот как на слове, видите, прям в кучку, прям вминаются, как говно какое-то. И как вот тут понять, где он, как? Что это за порнуха? Извините, за выражение, конечно, блин, ну как это назвать по-другому? Опа-опа-опа, побежал. Опа, побежал он. Бро, иди сюда, поближе, чтобы я на тебя спрыгнул. Я, наверное, смогу спрыгнуть на него. Не-не-не, тебе показалось. Прощай. Вот и всё! Если бы вот не было этого тупизма, я бы его и так с первого раза убил бы. Боже, заклятый враг, блин, к их валенок. Полный. Идём дальше, окей. Душрат, брат. Ну давай посмотрим. Заклятый враг, сил 12, помыслы пытается понять, добился ли он успеха. Слабость и боязнь мух, советует лучше бить взрывами, его лучше бить боевым добиванием. Преимущество можно не читать уже, я уже вижу слабость в нём. Банальный, и он явно очень лёгкий. Так, ну, давайте переместимся, чё. Где вот он? Где-то тут примерно, в этой зоне, да? Да. Это так можно долго, блин, выбирать себе заклятого врага там, или приспешника. И, надо признать, режим мне совершенно не понравился. Какой-то он бестолковый. Можно было даже этот режим не создавать. Просто рандомный, вот так они бы сказали бы, вот, мы вам дадим два урука рандомных. Оно так и есть, в принципе. Но можно было даже просто не играть, а просто не дали бы тебе два урука, и всё. Там, заклятого врага и твоего приспешника. Да где этот дурак-то, японо мать. А, вон был. Череп, блин, отцепил. Бывали просто. Не, ну, хотя бы... Ладно, пускай заклятого врага будет... Не имбовый там, ладно, хрен с ним. Меня ищешь, я-то ты был. Да я рад за тебя, ты сейчас сдохнешь. Так вот, хотя бы он визуально был бы каким-то брутальным, красивым, что ли. Неужели вот это приятно его приносить во второй части? А вот этот вот бомж, он какой-то, ну, ни о чём. Не брутальный, какой-то бомжер, наверное. Вот и всё, вот, и сдох он. А череп остался. Так, ладно, смотрим дальше. Сейчас всё-таки я остановлюсь на каком-то выборе. Где мой заглядый враг? Всё, что ли? What the fuck? Заглядые враги закончились? Я чё-то не понял. Армия Саурума. Так, ну это все, которые захвачены. Что за бред? Не, ну можно, знаете как? Ускорить события, и появятся новые уроки. Ну этот поднялся, ну круто, я рад за тебя, как говорится. Повышение, молодец, чё, могу ещё сказать. И что вы хотите сказать? Он будет закрытый враг. Капитан третьего уровня. Мы чё, чё-то курили там или что? В натуре, капитан третьего уровня. А, ладно. Ой, не третьего уровня, а... У него сколько там силы было? Три, по-моему. Сейчас шесть почему-то. Ну было три. Да даже шесть, это мало. Это, ну это... Это бомж, это не заклятый враг. Это говно. Это говно собачье, вы понимаете? Полное говно. Ладно. Я чё-то забыл посмотреть вообще информацию про него. О, господи. Слабость, узём для боевого добивания, узём для скрытного добивания, боязнь своего соперника, преимущество призыватель... Ну, говно он помню. Он говно. Скрывать не буду. В общем, по-моему, мне сейчас будет совершенно насрать. Какой у меня будет заклятый враг. Потому что режим бесполезный. Ну, может быть он и не бесполезный, просто в нём нужно долго сидеть, но я не хочу. Вот сидеть вот так вот, убивать, убивать и ждать пока придёт тот самый, который меня устроит. Я этого не хочу делать. Я думал, что этот режим совершенно по-другому работает. И это меня, конечно, огорчило. Ну, видите, отлетает как... Я не знаю кто, как говно. Следопыт. Если подуть в этот рог, сюда сбежит с половины урков Мордора. Да ты что! Как страшно! Не, ну ладно, ещё несколько минут я посижу, окей. Так-то мне уже этот тупизм надоел. Но я ещё посижу, попробую. Воссоздать, как говорится. А где ещё? А, вот у него заклятый враг. Теперь ты, да? Ну-ка, а у тебя что вообще? Уизуны для боевого добивания, боязнь мух. Его лучше бить дистанционными, призывать от блокирования прыжка, кровожадная, ищейка. Лицо у него угарное, конечно. Да. Ну ладно, давайте его убьём. Потом... Ещё. Ускорим время и посмотрим, какие новые уроки появятся. Кого-нибудь всё-таки потом уже выберу. Я уже понял то, что разработчикам, по-моему, ну не то, что насрать. Как бы... Они требуют от вас, чтобы вы тут часами сидели, прокачивали своего последователя и заклятого врага. То есть... Да, он сейчас 6 уровня, хотел бы сказать. Не уровня я имею в виду, а... 6 очков силы. Ну, блин, если вы там несколько часов посидите, то... Давай же выпьем два точек и ты угощаешь? Давай, до свидания. То есть, по сути, вот как я только зашёл в этот режим, можно было и выходить. То есть, вот они мне показали, вот твой последователь, вот твой заклятый враг. Всё, можно было выходить. Да и можно дальше было не продолжать. Чё, чё ты, сдох-то? Сердце прихватило, что ли, всё. Тут его запинал, наверное. Вот она вся кузница заклятых врагов. Вот такие вот дела. Хорзо. Сила 2, обратите внимание, сила 2. Он стал капитаном. Сила 5. Сила 1. Откуда такие бомжи берут? Я вообще не понимаю. Вот он, типа, заклятый враг, да? В принципе, внешностью мне он нравится. Типа, такой, как ассасин, можно было бы перенести в качестве внешности. Имя у него неплохое, кстати, Хорзо, ловец человеков, типа, такой. Заклятый враг, сила 5. Сила у него, конечно, 5, это жесть. Помыслы. Приходит в ярость, если горит. Ну, по-моему, это у всех так. О, Господи, какие у тебя слабости никчемные. Уязвим для боевого добивания, неуклюжий. Уязвим для атак издавых зверей. Преимущество. Ненавидеть ожоги, блокирование прыжка, ищейка, бесстрашный. И вот это, кстати, плюс у него, прям жирный такой прям плюс, то, что без шансов. То есть, если он меня ставит на колени, то никакого шанса он меня сразу убивает. В принципе, ладно. Сголем пополам я доволен этим заклятым врагом. Пускай вот этого дурачка переносит и вот этого последователя. И на этом все, в принципе. Я дальше продолжать не буду. Я в целом показал. Не знаю, конечно, понравилась ли вам эта кузница заклятых врагов. Мне, честно говоря, не особо. Но с игрой мы прощаемся. Все. Теперь мы перемещаемся в тени войны. Ожидайте. Буквально сегодня, скорее всего, выйдет уже первая серия. А пока я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok